Эта машина по праву заслужила признание десантников нескольких поколений. На ее счету участие в вооруженных конфликтах и выполнение тысяч боевых задач. Сегодня самый массовый транспорт. Крылатые пехоты переживают второе рождение. Знакомьтесь, БТР-70. Серийная модернизация с индексом МБ-1. Основная задача бронетранспортеров – оперативная доставка десанта к месту назначения и поддержка подразделения огнем. Надежность, высокая проходимость и защищенность вместе с неприхотливостью позволили 70-ке стать незаменимым помощником голубых беретов. Сегодня эти машины стоят на вооружении в 20 странах мира. Впрочем, до современных требований БТР-70 в силу возраста все же не дотягивает. А потому в Беларуси машину решили модернизировать. Обновленную версию от Борисовского танкоремонтного завода представили в 2016 году. Уже в 2017 машина пошла в серию, а в 2018 коробка новеньких бронированных машин проехала в парадном строю на День независимости. Модернизация затронула практически все узлы и агрегаты машины. Перед конструкторами стояла непростая задача – довести БТР-70 до уровня мировых образцов по всем показателям. И в первую очередь по силовой установке, которая оставляла желать лучшего. После модернизации БТР-70 стал реально мощнее. На заводе пару бензиновых двигателей заменили одним дизельным восьмицилиндровым с турбонаддувом мощностью в 260 лошадиных сил. Новый двигатель потребовал изменений в конструкции агрегатов трансмиссии, в том числе применения новой раздаточной коробки и приводов ее управления. Система питания и охлаждения двигателя также стали новыми. После всех доработок БТР-70 стал тяжелее, примерно на полторы тонны. Но на динамике машины это никак не сказалось. Абсолютно не чувствует своей массы и обороты набирает. Просто прекрасно стоит нажать педаль газа. Машина весом в 13 тонн способна выдавать на шоссе 90 км в час. На пересеченной местности все 40, а на плаву почти 10. Я не чувствую габаритов, мне приходится смотреть во все окна, которые здесь есть. Хотя сейчас мы едем по походному, то есть у нас открыты прямо окна. А вот по боевому придется смотреть на дорогу через трифлексы, благо их здесь несколько. Машина с легкостью преодолевает подъемы в 30 градусов, взбирается на стенку высотой в полметра и буквально перескакивает рвы и окопы. Кстати, привод на машине полный, но подключаемый. Постоянно работают только задние две оси. Передние две тоже можно подключить в условиях бездорожья. Это реально работает и даже зимой. Получили экипажи и новые средства связи. Теперь БТР-70 оборудован цифровой станцией отечественного производства «Дрофа», которая обеспечивает передачу информации по помехозащищенному каналу. Конструкторы оставили без изменений только комплекс вооружения. Он эффективен и надежен. В качестве основного используется КПВТ калибром 14,5 мм с дальностью стрельбы порядка 2 км. Дополнительно в башне установлен пулемет ПКТ, а у каждого десантника есть бойница для стрелкового оружия. Пассажиры обновленного БТРа должны оценить в первую очередь объемы внутреннего пространства. Конструкторы подняли высоту потолков на целые 14 см. И теперь здесь с комфортом смогут разместиться даже те, чьи рост больше 170 см. Вместе с тем увеличился и общий объем внутреннего пространства. Причем без потери пулестойкости и устойчивости к фугасам. За броней БТР размещается два члена экипажа – водитель и командир, а также восемь десантников. Кстати, теперь выйти из машины или десантироваться бойцам стало гораздо проще. Конструкторы решили не изобретать велосипед и установили на БТРе двухстворчатые двери, как на более поздних моделях. Заодно расширили проем и теперь покинуть машину безопасно, можно даже на ходу. Изначально на БТР-70 были предусмотрены лишь два боковых десантных люка, расположенных между нишами колес второго и третьего мостов с каждого борта. Да и те позволяли покидать машину лишь после полной остановки. Модернизированный БТР можно перепутать с 70-й или 80-й моделью, но внешний вид обманчив. После всех доработок БТР-70 МБ-1 – это новая машина не только по исполнению, но и по возможностям.